Четвёртое письмо к Олимпиаде. Нисколько не беспокойся за нас, ввиду суровости зимы, болезни нашего желудка и набегов и саврян, и не мучь себя заботами. Зима была, как обыкновенно бывает в Армении. Больше нельзя сказать ничего, и нам она не особенно вредит. Мы ведь, предвидя её, принимаем меры, чтобы устранить происходящий отсюда вред. Постоянно зажигаем огонь, всячески загораживаем комнату, где остаёмся, пользуемся коврами, и всё время остаёмся дома. Правда, нам это неприятно, но ввиду проистекающей отсюда пользы можно сносить, потому что пока мы остаёмся дома, не особенно мучаемся от холода. А когда бываем вынуждены чуть выйти и побыть на свежем воздухе, причиняем себе немалый вред. Поэтому и твою честность умоляю и, как величайшей милости, прошу больше заботиться об излечении болезни твоего тела. Правда, и уныние производит болезнь. Но когда ещё и тело истрадалось, и совершенно ослабело, и остаётся в большом пренебрежении, не пользуется ни врачами, ни благорастворённостью воздуха, ни обилием необходимых вещей, то сообрази, что отсюда бывает немалое приращение опасности. Поэтому прошу твою честность пользоваться и разными опытными врачами и лекарствами, которые могут устранять такого рода болезни. Так и мы за несколько дней перед этим, когда вследствие состояния воздуха, желудок у нас был расположен корвотом, воспользовавшись и другими родами попечения, равно лекарствам, присланным от госпожи моей благопристойнейшей синклетии, устранили болезнь, не встретив при этом нужды употреблять его больше трёх дней. Поэтому прошу тебя и самой пользоваться им, и позаботиться, чтобы нам опять послали его, потому что когда мы снова стали чувствовать расстройство, то опять воспользовались им и всё исправили. Действительно, оно успокаивает внутреннее воспаление, вытягивает влагу, снабжённо в подобающей мере теплотою, влагает необычайную бодрость, возбуждает позыв к пище. Доказательство всему этому оно дало нам в несколько дней. Поэтому постарайся упросить господина моего, почтеннейшего Феофила Камита, чтобы он опять приготовил и прислал его нам. Пусть не печалит тебя то, что мы здесь зимуем, потому что теперь мы чувствуем себя гораздо легче и здоровее, чем в прошлом году. Если бы ты сама проявляла подобающую о себе заботу, то чувствовала бы себя гораздо лучше. И если же говоришь, что болезни у тебя родились от уныния, то зачем опять требуешь от нас писем, когда нисколько не воспользовалась ими для приобретения хорошего расположения духа, но до такой степени предалась власти уныния, что желаешь даже теперь переселения из этой жизни? Разве ты не знаешь, какая великая награда назначена для благородной души и за болезнь? Разве не часто я беседовал с тобой относительно этого предмета и когда находился вместе с тобой через письма? Но так, как может быть или множество дел, или самая природа болезни и прерывное несчастье не дозволяет тебе держать сказанное постоянно в свежей памяти, то послушай, как мы станем напевать опять то же самое язвам твоего уныния, а писать о том нам не тягостно, а для вас назидательно. Итак, что я и говорю и пишу? Для достижания славы Олимпиада нет ничего равного терпению, проявляющемуся при болезнях. Подлинно это добродетель царица благ по преимуществу и вершины венцов, и подобно тому, как оно царствует над остальными добродетелями, так точно и в нем самом в особенности этот вид блистательнее прочих. Сказанное, быть может, не ясно, поэтому поясню его. Итак, что же такое я говорю? Ни потеря имущества, даже если бы кто-нибудь лишился всего, что имел, ни лишения чести, ни изгнания из Отечества и отведения в чужую страну, ни мучения трудом и работы, ни жизни в темнице, ни пребывания в узах, ни порицания, бранные речи и насмешки, ни сочти, в самом деле, мужественного перенесения всего этого даже и за малый вид терпения. А что это так, показывает Иеремия, столь великий и славный муж, который немало был смущен этим искушением. Но продолжаю. Ни это все, ни потеря детей, даже если бы они и были похищены все разом, ни непрерывно наступающие враги, ни какое другое подобного рода бедствие, даже и самая вершина того, что считается печальным – смерть, до такой степени страшная и ужасная, не так тяжела, как телесный недуг. Показывает это величайший борец терпения, который после того, как впал в телесную болезнь, считал смерть освобождением от теснивших его несчастья, и когда терпел все другие напасти, не чувствовал, хотя и получал удары. Один за другим, и последний из них смертельный. Немаловажным ведь она против делом, самой крайней злобы против него было то, чтобы человеку, ни молодому, ни впервые, теперь лишь выступающему на состязание, но уже изнуренному множеством следовавших друг за другом стрел, нанести смертельный удар через гибель детей, и удар до такой степени тяжелый, что погубить детей обоих полов и всех разом в раннем возрасте и насильственной смертью, и в самом роде смерти приготовить им внезапную могилу. В самом деле он не увидел их ни лежащими на постели, ни лобызал ни рук их, не слышал ни последних слов, ни прикоснулся ни к их ногам и коленам, ни сомкнул уст, ни закрыл глаз их, когда они умирали. Между тем это немало содействует утешению отцов, лишающихся своих детей. Он не проводил в могилу раньше одних, найдя в других по возвращении утешение своей скорби по умершим. Нет, он услышал, что все они были засыпаны во время пира, изобиловавшего не пьянством, а любовью, за трапезой братской любви, возлежа на ложе, и все смешалось вместе. Кровь, вино, бокалы, кровля, трапеза, пыль, члены детей. И все-таки, когда он услышал об этом, и прежде того об остальных несчастьях, которые были тяжкие сами по себе, потому что и все прочие несчастным образом все погибло, и стада овец, и все стада скота, одни, как говорил злой вестник печального происшествия, были истреблены не спавшим небесным огнем, другие все разом были похищены различными неприятелями и убиты, вместе с самими пастухами. И все-таки, говорю, видя такую бурю, разразившуюся в один миг над полями, над домом, над животными, над детьми, видя волны, следующие одна за другою, непрерывные утесы, глубокий мрак и невыносимый напор волн, он не поддавался унынии и почти не замечал происшедшего, разве лишь настолько, насколько он был человек и отец. Но когда он был предан болезни и язвам, тогда стал искать и смерти. Тогда начал и плакать, и сетовать, чтобы ты поняла, что это всего тяжелее и представляет высочайший вид терпения. Мне безызвестно это и самому злому демону. Вот почему, когда он употребил все эти средства, увидел, что борец остается невозмутимым и спокойным, то устремился к этому величайшему состязанию, говоря, что все остальное выносимо, лишится ли кто дитяти или имущества, или чего-нибудь другого, потому что это обозначается словами кожа за кожу. А смертельный удар тот, когда он получит в удел страдания телесные. Вот почему, когда он был побежден, после этой борьбы, он не мог и голоса поднять, хотя прежде спорил крайне бесстыдно. Здесь же говорю, и он уже не нашел возможным выдумать чего-нибудь бесстыдного, но удалился с закрытым от стыда лицом. 615 Но если тот желал смерти, не вынося страданий, то не думай, что это для тебя служит оправданием желаний самой смерти. В самом деле поразмысли, когда тот желал и при каком положении дел, а именно, когда закон не был дан, пророки не являлись, благодать в такой степени не была излита, и сам он не получил участия в других родах целомудрия, что действительно от нас требуется больше, чем отживших в то время, и что нам надлежит более трудные подвиги, послушай, как говорит об этом Христос. «Если праведность ваша не превысит праведности книжников и парисеев, то не войдете в царство небесное. Поэтому не думай, что желание смерти теперь свободно от вины, но слушай голоса Павла, который говорит, «Потому желаю разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше, но пребывать во плоти нужнее для вас». Килипийцам 1.23 «Чем больше усиливается мучение, тем больше увеличиваются и венцы, чем больше обжигает золото, тем чище оно становится, чем обширнейшее море переплывает купец, тем больше собирает он товаров». Итак, не подумай, что тебе предлежит малое состязание, нет, подлежит более высокое, чем все то, что ты претерпела, разумеется, состязание по поводу болезни тела, так и Лазарю, хоть я и часто говорил тебе это, но ничто не мешает сказать тоже и теперь, этого было достаточно для спасения. И в недра того, кто открывал дом для приходящих, кто по повелению Божию постоянно был переселенцем и кто заклал родного сына, единородного, данного в глубокой старости, отошел тот, кто не сделал ничего подобного, так как он легко перенес бедность и болезнь и отсутствие покровителей. Для тех, кто благородно переносит что-нибудь, это действительно столь великое благо, что Бог, если найдет кого согрешившим, весьма тяжко, освобождает от тяжелого бремени грехов, а если найдет украшенного добродетелем неправедного, то и для того делается прибавка немалого, но даже и очень великого дерзновения перед ним. Так страдания плоти служат и блестящим венцом для праведных, сияющим гораздо светлее солнца, и величайшей, очистительной жертвой для согрешивших. Вот почему обесчестившего отцовский брак и осквернившего его ложа Павел предает на погибель плоти, очищая его этим способом. Что происшедшее действительно служило очищением от столь великого позора, послушай, что говорит апостол, чтобы дух спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа, и обвиняя других в ином ужаснейшем грехе, именно недостойно вкушавших святой трапезы и тех неизреченных тайн, и сказал, что таковой будет повинен против тела и крови Господней. Смотри, как говорит он, и они очищаются от этого тяжелого греха, потому, говорит, многие из вас больны и немало умирает. Показывая за тем, что дело у них не ограничится этим наказанием, а что будет некоторая выгода отсюда, освобождение от дачи отчетов, за этот грех, он прибавил, если бы судили себя, то не были бы осуждены с миром, будучи же судимы от Господа, наказываемый им, не будем судимы с миром. А что и люди, совершившие великие добродетели, получают отсюда большую пользу, это ясно, как из жизни Иова, который по этой причине засиял сильнее, так и из жизни Тимофея, который, будучи столь прекрасным и получив столь великое служение, и вместе с Павлом, обретая вселенную, страдал недугом, не два или три дня, не десять, не двадцать, не сто, а непрерывно в течение многих дней, когда тело у него изнемогло в очень сильной степени. Указывая на это, Павел и говорил, «Встреть, пей немного вина ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов». И тот, кто воскрешал мертвых, не исцелил его немощи, но оставил его в горниле болезни, чтобы и отсюда для него собралось величайшее богатство дерзновения. Чего сам он вкусил от Господа и чему был наставлен от него, тому он учил и ученика, потому что, если сам и не впадал в болезнь, то искушения, однако, мучили его не меньше болезни, и приносили плоти большое страдание. Да, он мне говорит, «Жало, ангел плоть, ангел сатаны, чтобы удручать меня, разумея удары, оковы, узы, темницы, то, что его часто водили, терзали и мучили бичами палачи». Вот почему он, не вынося страданий, приключающихся, благодаря этому с телом, говорил, «Осем трижды молил Господа». Под словом «трижды», разумею, здесь часто, чтобы освободиться от этого пакостника. Потом, когда не получил просимого, он понял пользу этого, успокоился и радовался по поводу происходящего. Так и ты. Хотя и остаешься дома и пригвожденок в постели, не думай, что ведешь праздную жизнь, потому что, имея постоянного и вместе с тобой живущего палача, эту чрезмерную болезнь. Ты терпишь страдания более тяжкие, чем те, когда кого влачат, терзают и мучат палачи, и кто когда терпит самые крайние бедствия. 617. Итак, не желай теперь смерти и не пренебрегай заботами о своем теле, потому что это небезопасно. Потому и Павел советует Тимофею тщательно заботиться о себе. Относительно болезни достаточно сказать этого. Если же разлука с нами причиняет тебе уныние, то ожидай конца и этому. И это я сказал теперь не для того, чтобы утешить тебя, но потому что я знаю, что так непременно будет. Если бы этому не надлежало совершиться, то я давно, думается мне, умер бы, потому именно, что на меня потоком устремились испытания. Помимо всего того, что я претерпел в Константинополе, надо знать, сколько вытерпел я по удалению оттуда в продолжении этого длинного и трудного пути. Вытерпел такого, что в большей части способно было причинить смерть. Сколько затем, после прибытия сюда, сколько после переселения из Кукуза, сколько после пребывания в Арависе. Но всего этого мы избежали и теперь здоровы и находимся в полном благополучии. Так что все и армяне изумляются, что при таком немощном и сухощавом теле я переношу такой невыносимый холод, что могу дышать, тогда как люди, привыкшие к зиме, немало страдают от нее. Однако мы остались невредимы до сего дня и избежав рук разбойников, которые часто нападали, и живя при недостатке вещей необходимых, и не имея возможности пользоваться даже баней. Когда мы жили в Константинополе, то постоянно имели в том нужду, а теперь находимся в таком состоянии, что даже и не желаем подобного рода утешения. Напротив, мы стали здесь еще и здоровее. Ни суровость климата, ни пустынность мест, ни скудость съестных припасов, ни отсутствия прислужников, ни невежества врачей, ни недостаток бань, ни постоянное заключение, как будто в темнице в одном жилище. Ни то обстоятельство, что я лишен возможности двигаться, чем я всегда имел нужду, ни постоянное пребывание в дыму и около огня, ни страх перед разбойниками, ни постоянное нападение, ни другое что-нибудь в этом роде. Ничто не победило нас. Напротив, мы чувствуем себя здоровее, чем были там. Но потому, однако, что тщательно заботились о себе. И так, соображая все это, удаляя от себя уныние, которое владеет тобой теперь по этим причинам и не требует себя самой чрезмерных и тяжелых удовлетворений. Я послал тебе, что я недавно написал. Именно, что кто не поступает несправедливо с собою, тому не в силах будет повредить никто другой. И рассуждение, которое я послал теперь твоей честности, преследовало эту именно цель. И так, постоянно пробегай его, а когда бываешь здорово, читай и слух. Это будет для тебя, если захочешь, достаточным лекарством. Если же станешь спорить с нами и не будешь заботиться о себе, и несмотря на бесчисленные убеждения и увещания, которые можешь ты пользоваться, не пожелаешь подняться из болот уныния, то неохотно и мы будем откликаться и отправлять тебе частые длинные письма, если ты не намереваешься получать из них какую-нибудь пользу для приобретения хорошего расположения духа. Как же мы узнаем это? узнаем, если ты будешь не говорить, а если станешь показывать делами, потому что и теперь ты говорила, будто не иное, что уныние причинило тебе эту болезнь. Так как ты сама следовательно призналась в этом, то если не освободишься от болезни, мы не поверим, что освободилась и от уныния. В самом деле, если оно причиняет болезнь, как и сама ты известила, то очевидно, что по удалению его уничтожена будет и болезнь. По извлечению корня погибают его отпрыски. Так что если они останутся светущими и полными сил и будут приносить неподобающий плод, то мы не можем быть убеждены, что ты освободилась от корня. Поэтому покажи мне не слова, а дела. Если будешь здорово, то увидишь, что опять будут посылаться тебе письма превосходящую меру слов. Не считай так же малым для тебя утешением, что мы живы, живы, что здоровы, что находясь в тяжких таких обстоятельствах, мы освободились от болезни недуга, что, как я узнал, очень печалит и огорчает наших врагов. Соответственно, этому и вам следует считать это величайшим ободрением и главным утешением. Не называй одинокими твоих спутников, которые теперь благодаря страданиям, какие они терпят, еще более начертаны в небесах. Я очень скорбел из-за монаха Пелагия. Пора мысли поэтому, сколь великих венцов достойны те, кто стоит благородно в своем посту, когда даже мужи, проводившие жизнь в столь великих аскетических подвигах и отличавшиеся выносливостью в трудах, оказываются так легко поддающимися обману. Под этим Пелагием некоторые разумеют ересиарха.